Солнечная малышка, а именно так называют детей, с синдромом Дауна в семье Кунеевых появилась чуть больше двух лет назад. О диагнозе дочери мама узнала только при рождении. Тогда все чувства можно было описать одним словом – шок. Но Мадина не опустила руки. В отличие от 80% семей, отказывающихся от таких детей, она решила бороться, исходя из принципа, что это не болезнь, а особенность ребенка. Но процесс адаптации малышки стоил женщине тяжкого труда. Ушло немало нервов и целое состояние, чтобы ребенок не ощущал дискомфорта и мог раскрыться. В первые моменты, в первые дни для меня это был колоссальный стресс, потому что я не была в курсе, мне некуда было обратиться, чтобы узнать, что это такое, что такое синдром Дауна, что с ним делать. Я столкнулась с такой проблемой, что у нас нет центра в республике, куда я могу прийти со своим ребенком и проводить с ним какие-то реабилитационные моменты. Массаж, ЛФК, занятия с логопедом-дефектологом. Ты же у меня хорошая. Как тебя зовут? Амина. Сколько тебе лет? Один. Один. Как твои дела? Амина. Одиннадцатилетняя Амина, как и ее сверстница, озорная любознательная девочка. Но воспитание детей с синдромом Дауна требует дополнительных усилий. Солнечные дети развиваются медленнее, чем обычные. Медленнее растут. Мама Амины не скрывает, что воспитание особого ребенка – непростое дело. Все-таки мы, мамы, должны быть сильной волей духа, чтобы, как говорится, взять тебе в руки и дальше идти в бой, работая с этим ребенком. Но это, знаете, работа 24 часа в сутки. Ни на минуту нельзя забывать у тебя, что такое ребенок. Постоянно ты должна работать, постоянно ты должна говорить. Наше желание одно – открыть народный центр, чтобы дети были там адаптированы хотя бы к социуму. Тебя как зовут? Хабиб. А как тебя зовут? Аза, скажи. Ася. Аза. Азам. Мамат – большой поклонник Хабиба Нурмагомедова. Веселый, очень любит играть и, как многие мальчишки, увлекается спортом. Его мама по себе знает, что значит остаться один на один с внезапным диагнозом. Нет нужной психологической поддержки и встречаются случаи некорректного отношения со стороны врачей. Поэтому родители часто закрываются в четырех стенах и замыкаются внутри себя. Женщина говорит, что центр, который позволит не оставаться один на один с проблемой с семьям воспитывающих особенных детей, просто необходим нашей республике. Психологическая поддержка нужна, конечно, и для родителей при рождении таких детей. И хотелось бы, чтобы, конечно, у наших деток был такой центр. Обращаемся и просим, кто может помочь нам открыть такой центр. Иногда родители объединяют усилия, собираются дома, обсуждают диагнозы, лекарства и терапию. Всех их сплачивает общая цель – помочь своим детям. Честно вам скажу, это не очень легкий труд с ними заниматься. Мы бы хотели, чтобы хотя бы какой-нибудь центр был, чтобы молодые жены, у кого рождаются, чтобы они понимали, что они не одни. Сегодня родителям детей с синдромом Дауна приходится самим искать редких в Махачкале специалистов, логопедов и дефектологов. Бывать в разных учреждениях, искать новые восстановительные техники и лечебные программы. На их просьбу о помощи уже откликнулись известные спортсмены, бизнесмены и просто неравнодушные дагестанцы. Помощь может оказать каждый, чтобы дать возможность этим особенным детям стать абсолютно полноценными членами нашего общества, не отделяя их от жизни, а вовлекая в нее.